Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Просто капец. Меньше 30 сантиметров до критического уровня. Енисей продолжает топить Красноярские набережные. Впрочем, горожане и в этой ситуации нашли преимущество. Начало июня Красноярске обещает быть жарким. Жара не за горами, когда синоптики прогнозируют плюс 30. В Новосибирске умер 19-летний парень, которому инспектор ДПС случайно выстрелил в голову. А в Шарыпово полицейские пытали подозреваемых в лесу. Все цифры, которые существуют, это рисованные цифры и согласованные, по всей видимости, активом партии. В России завершилось предварительное голосование Единой России. Как впервые попавшая в рейтинговый тур депутат Гурсовета обошла матерых единороссов. Мы рассчитывали, что, конечно, наличие хаба может до 10% снизить стоимость билета. Аэрофлот открыл авиахаб в Красноярском аэропорту, куда теперь можно улететь без пересадки. Заместителю генерального директора Краскома предъявлено обвинение после массового отравления красноярцев питьевой водой. Ему может грозить до одного года лишения свободы. Я напомню, что в конце января этого года жители Октябрьского района стали массово обращаться в больницы с признаками острой кишечной инфекции. Оказалось, что все они отравились водой из-под крана. Как выяснилось позже, на водозаборе Гремячий лог произошла авария, и жителям района воду отключили. Но после того, как все неполадки устранили, люди стали жаловаться на плохой запах и цвет воды. По версии следствия, обвиняемый, судя по сайту ресурсоснабжающей организации Андрей Бабий, заместитель гендиректора и он же главный инженер, знал об аварии. Он не провел все профилактические мероприятия и направил жителям воду плохого качества. Даже после жалоб красноярцев Бабий не прекратил подачу воды, что и привело к массовому отравлению более 150 человек. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Теперь Андрею Бабию грозит штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать должность руководителя, обязательные или исправительные работы, или лишение свободы сроком до одного года. В Краскоме от комментариев отказались. Сейчас следствие продолжает устанавливать все обстоятельства. Ну а Енисей продолжает топить красноярские набережные. Уровень воды в реке за последние сутки поднялся еще на несколько сантиметров. Сейчас это 363 сантиметра, при том, что критический уровень подъема составляет 390 сантиметров. Не выдерживает стихии и тротуары. На правобережной набережной провалился асфальт, в дыре виднеется вода. Устранить провал сейчас невозможно, говорят в Красгорпарке. Слишком высокий уровень воды, однако красноярцы не боятся стихии. Затопленная набережная стала новой достопримечательностью. Некоторые просто отдыхают, качаются на качелях, катаются на лодке или даже кайтсерфе. Кто-то испытывает удачу и ходит по еще не до конца затопленному забору. Однако пока одни веселятся, другим паводок доставляет много проблем. О своем бедствии сообщила лодочная станция в районе Садов Крутовского. Там топят гаражи с лодками. Между тем, Красноярская ГЭС продолжает увеличивать сброс воды. Сейчас это уже 5300 кубометров в секунду. Это в два раза меньше, чем в 2006 году, когда под водой оказались многие здания Красноярска. О ситуации с подтоплениями высказался и мэр города Сергей Еремин в своем инстаграме. Он сообщил, что ГЭС сбрасывает воду из-за таяния снега в горах. Под угрозой могут оказаться водозаборы, которые находятся на островах. Паводок не утихает и в районах края. Сильнее всего пострадали Ермаковские, Каратовские и Минусинские районы. Там затоплены 178 участков. В Шушенском потоплено 202 дачных участка. Жители эвакуируют и расселяют по родственникам. Как сообщают в МЧС, уровень воды в реках края продолжает пребывать. Я добавлю, что в июне ГЭС может увеличить сброс воды до 8 тысяч кубометров в секунду. Тем временем в Красноярск идет долгожданное лето. На этой неделе столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Однако на выходных снова пойдут дожди. Подробный прогноз погоды на неделю расскажет Елена Армаз. Начало июня в Красноярске обещает быть жарким. По-настоящему летняя погода задержится с нами до конца рабочей недели. Однако уже к выходным синоптики обещают, что небо снова затянет тучами. Уже сегодня днем столбик термометра показал плюс 17. Было солнечно и маловетрено. Эта хорошая тенденция продолжится. Ночью обещают плюс 4. Завтра во вторник будет еще теплее. Плюс 22. Подует легкий восточный ветер. Ночью плюс 9. В среду нас ждет настоящее знойное лето. Температура поднимется до июльских значений. Плюс 28 градусов. При этом ветра не будет. Так что самое время достать вентиляторы или настроить свои кондиционеры. Ночью тоже тепло. Плюс 12. Читяг станет самым жарким днем на этой неделе. Синоптики обещают сразу 29 градусов тепла. Тоже безветренно. Ночью плюс 13 и пойдет дождь. Он продолжится и в пятницу. И хотя будет так же жарко, около 23. Солнце зайдет за облака и есть вероятность осадков. Ночью плюс 11. Тучами затянет небо и в субботу. Хотя дождя не обещают. Но в целом будет комфортная погода. Плюс 19 и безветренно. А вот в воскресенье осадки вернутся. Днем будет лить дождь. Температура не поднимется выше плюс 20. Вообще синоптики говорят, что самым жарким летним месяцем в Сибири в этом году будет как раз июнь, а не июль. В целом лето будет незасушливым. Поэтому нам стоит ожидать дожди и, соответственно, прибытия воды в районах края. А вот что касается метеорологической обстановки, то июнь будет спокойным. Пока ожидаются лишь две магнитные бури. Первая продлится всего сутки с 11 по 12 июня. Она будет не сильно интенсивной. А вот вторая будет более сильной и продолжительной. Она начнется вечером 15 июня и закончится вечером 17 июня. Ее мощность оценивают в 5 баллов. Так что берегите свое здоровье и наслаждайтесь летом. Елена Армаз, Александр Кальтер, Новости ТВК. В Новосибирске скончался 19-летний парень, которому инспектор ДПС случайно выстрелил в голову. Телеграм-каналы со ссылкой на главврача Машковской больницы сообщают, что несмотря на операцию, которую молодому человеку сделали два дня назад, спасти его не удалось. Парень скончался из-за остановки сердца. Напомню, об этой ситуации мы рассказывали. 29 мая тогда, во время задержания, дорожный полицейский выстрелил в новосибирца, который пытался помешать инспектору. При этом сотрудник ДПС вел себя довольно агрессивно. Он отталкивал парня и пинал, заламывал ему руки. После инцидента в новосибирской службе эвакуации заявили, что пистолет выстрелил самопроизвольно. Тем не менее, на инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение полномочий с применением насилия. А в Красноярском крае полицейские пытали подозреваемых в лесу. Об этом сообщает Следственный комитет. По версии правоохранителей, в конце апреля полицейские вывезли в лес двоих жителей Шарыпова. Их подозревали в хулиганстве. Там они издевались, над задержанными били и обстреливали из травматического оружия, вероятно, чтобы выбить признательные показания. В отношении полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия. Одним из них оказался заместитель начальника отдела полиции Шарыповский Евгений Бакушин. Его заключили под стражу до 27 июля. Соучастником был оперуполномоченный этого же отдела. Сейчас он под домашним арестом. Краевая полиция проводит служебную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. В России завершилось предварительное голосование Единой России. По данным партийцев, в нем приняли участие рекордное число людей, более 12 миллионов человек. А у нас в край за кандидатов единороссов проголосовали более 160 тысяч. И вдруг лидеры Праймерис в крае Коптеленина и Протопопов. Не самые известные политики. Виталий Поляков сегодня разбирал результаты предварительного голосования. Он сейчас в студии. Виталий, что показал Праймерис? Оля, ну политологи говорят, что его результаты уж слишком предсказуемые, по крайней мере для специалистов. Обычно голосование приводносит какие-то сюрпризы, но, видимо, только не в этот раз. Хотя СМИ писали уже, что победить на этих Праймерис смогли только заранее согласованные кандидаты. Ну вот у нас, допустим, в край, в округах победили Зубарев, Швыткин, Веллер и Дроздов. Как и было задумано партийной верхушкой, победа Александра Дроздова в центральном одномандатном округе и второе место более популярного и известного Петра Пимошкова тоже политологов не удивляет. Об этом писали еще до объявления результатов. Дроздов представляет русал, который обладает большими лоббистскими возможностями. Ну а вот это сейчас на ваших экранах появятся лидеры Праймерис по списку Единой России. Первая Наталья Коптелинина, вторая Алексей Протопопов, третий Юрий Швыткин. То есть активная общественница, врач и военный. Будто лидеров определяли не голосованием, а по совету политтехнолога. В условиях падающего рейтинга Единая Россия вынуждена сделать ставку на людей уважаемых профессий, а не на чиновников, как раньше. Единая Россия делает ставку на привлечение новых людей, не партии, хотя партии тоже, а именно по-настоящему новых людей, про которого не скажешь, как про действующего депутата Госдумы, про то, что вот он голосовал за закон Димы Яковлевым, или он увеличил пенсионный возраст, или он голосовал за поправки Конституции. Новые люди ни за что такое не голосовали. Типа, верьте им, они вас не подведут. Но, в общем, мы понимаем, что эти люди через год-два будут голосовать за точно такие же законы. А в Москве третье место на праймере занял Владимир Ресин. На первом месте врач, на втором известный телеведущий. Ресин обошел даже Владимира Машкова, артиста, которого знают и любят. В нулевые наш бронзовый призер руководил стройкомплексом столицы, которую сотрясали коррупционные скандалы. Там же был снос памятников архитектуры, точечная застройка. Когда Ресин был первым замом мэра, его называли обладателем самых дорогих часов среди чиновников. Он носил хронометр за миллион долларов. То есть спорный, непубличный Ресин обошел в голосовании суперизвестного актера. В Хакасии победил Сергей Сокол. В регионе он без году неделя, но уже номер один. Бывший мэр Мурманска Александр Вейлер, о нем мы уже сегодня говорили, победил на праймере с Венесейском одномандатном округе. Еще неделю назад его на Красноярском севере вообще мало кто знал. Но на родине, в Мурманске, ему места в списках не хватило. Его отправили к нам и вуаля, он первый. Все цифры, которые существуют, это рисованные цифры и согласованные, по всей видимости, активом партии. То есть это на 100% имитация. Если мэр победил в Енисейском округе, то это вообще говорит о том, что власть идиотская у нас. То есть если посторонние приходят и за него все голосуют, значит на месте одни дурачки в Единой России. Вот если они не смогли своего никого выдвинуть. Ну и в этом праймерис мало кто удивлялся административному ресурсу, который задействовала партия. Потому что уже мало кто удивляется, что у нас все привыкли, что Единая Россия все время куда-то бюджетников гонит. То голосовать за Конституции, то за скверы. Ну и в этот раз участвует в праймерис. В редакцию новостей ТВК на принуждение к праймерис жаловались учителя, воспитатели, преподаватели вузов. Нам даже прислали письмо, которое власти направили своим подчиненным. Там не только требование принять участие всех сотрудников в праймерис, но и рекомендация за кого голосовать. И удивительным образом рекомендации и результаты совпали. Победили и Дроздов, и Фокин, и Зайцев, и Пензина, и другие. На такие же рекомендации в других регионах обратил внимание лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Почему «Единая Россия» не может провести честно даже свои внутрипартийные выборы? Эти выборы завершились вчера. Мой коллега из Астрахани Олег Шейн опубликовал интересный документ, который предназначен только для руководителей организаций. Это не что иное, как указание, за кого должны проголосовать бюджетники на праймерис «Единой России». Но вам самим-то вот это все не надоело, господа? Люди не хотят вообще участвовать в этом фарсе, в этом цирке. А их заставляют не только участвовать, но еще и указывают, как проголосовать. Понятно, что сотрудники бюджетных организаций люди подневольные, зависимые. Но где же ваша совесть? Испанский стыд делает партия за повышение пенсионного возраста. А стыдно почему-то всем остальным. Позор. Ну а сами единороссы утверждают, что все прошло честно и без подтасовок. Напомню, выборы депутатов Госдумы у нас в Красноярском крае и депутатов Законодательного собрания пройдут в сентябре. И в этот раз они пройдут по новым правилам. Не за один день, как раньше, а за три. Ну и политологи считают, что вот такая растянутая по времени процедура грозит нам новыми фальсификациевыми результатами. Оля, на этом у меня все. Спасибо. Это был Виталий Поляков с информацией об итогах праймерис «Единой России». И мы продолжаем выпуск. Сегодня некогда популярный портал newsru.com объявил о своем закрытии. Издание опубликовало обращение к читателям, в котором объявил об окончании работы редакции по экономическим причинам. Newsru сообщает, что многие рекламодатели отказались сотрудничать с порталом из-за его редакционной политики. Кроме того, журналисты посчитали, что нынешнее правовое поле не позволяет newsru.com делать свою работу качественно. Напомню, портал существует с 2000 года. Сначала он был интернет-страничкой НТВ, но после смены собственников телеканала сменил название и сохранил независимую от российских властей редакционную политику. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году. Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как инагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу newsru.com более невозможной. Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Телефон редакции 2000065. Оставайтесь с нами. В Барнауле опрокинулся батут с детьми. Две девочки пострадали и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Художественный пленэр, живая музыка и кинотеатр под открытым небом. Какие развлечения ждут горожан на открытии пешеходной зоны на проспекте Мира? Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 2000065. И мы продолжаем выпуск. Дорожные полицейские задержали, наконец, гонщика на Шкоде. 26-летнего парня поймали случайно. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Лексуса, стали его досматривать. А нарушитель сидел на пассажирском сиденье. Его сразу же задержали и доставили в отделение. Там на гонщика составили 14 протоколов за проезд на красный свет, вождение без прав, выезд на встречку и другие нарушения. Сумма штрафа по всем статьям составила больше 60 тысяч рублей. Во время допроса парень извинился перед красноярцами и заявил, что больше так делать не будет. Нашел свои извинения жителям города Красноярска и госпитал инспекции за свои противоправные действия. То, что нарушал правила дорожного движения, пролетал на красные, встречные полости, скорость. Больше с кого не повторится. Нарушители отправили под арест до суда. Добавлю, что гонщик на Шкоде уже не раз попадал в поле зрения дорожных полицейских. Впервые о нем стало известно еще в 2019 году, когда он ездил по городу без номеров, с тонировкой. И тогда его поймали и отправили в изолятор на 15 суток. Позже он устроил двойное ДТП и скрылся с места аварии, затем затих. И вот недавно, 19 мая, выложил в соцсети ролик, где он убегает от сотрудников ДПС. Во время погони он ехал со скоростью больше 200 километров в час. Несколько раз проехал на красный и выезжал на встречную полосу. В Барнауле опрокинулся батут с детьми. Две девочки пострадали и сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Все произошло накануне возле торгового центра район. В какой-то момент батут, где играли дети, оторвался от тросов, лопнул и перевернулся. В результате две девочки перелетели за ограждение и упали на трамвайные пути. Малышкам по 3-4 года. У одной из них врачи диагностировали перелом основания черепа, травмы легких и живота. У другой перелом позвоночника. В этот момент на батуте также находились два мальчика, но они успели вовремя спрыгнуть и не пострадали. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дело поставили на контроль в Алтайской прокуратуре. Как сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула, надувной батут принадлежит частному предпринимателю. Он заключил договор аренды на земельный участок с собственником торгового центра. Власти Алтайского края заявили, что в ближайшее время проверят все аттракционы в регионе. Художественный пленэр, живая музыка и кинотеатр под открытым небом. Красноярцам наконец-то раскрыли творческую программу, которая ждет их 5 июня на пешеходном проспекте мира. Всего, как пояснили в администрации Центрального района, в субботу будет работать 8 точек. Это и мастер-классы по танцам, и площадки для рисования, комиксов, и театральные постановки, и квартирник. Детей на улице будет ждать огромный твистер. А завершить день красноярцы смогут в кинотеатре под открытым небом. Правда, какой фильм будут показывать, обещали, рассказать позже. Это же касается и точной программы на каждый день. В ближайшее время проекту «В центре мира» создадут свою страницу в Инстаграм. Там же будут публиковать всю актуальную информацию, включая расписание творческих площадок. Однако уже сейчас в администрации заверили, что масштабных сцен и полноценных концертов ждать не стоит. Это будут атмосферные фоновые локации. Нет задачи сделать каждые выходные с проспекта мира крупномасштабные массовые мероприятия, то есть день города. Такой задачи не стоит. Как раз задача проекта совсем в другом. Задача проекта сделать атмосферу. То есть предложить нашим горожанам, нашим красноярцам новую культуру городскую. Это, наверное, который будет носить фоновый характер. То есть придя на проспект, прогуливаясь по проспекту, каждый красноярец может здесь увидеть что-то для себя интересное. Но это будет очень легким, очень незатейливым и одновременно это не будет давлеть. Коллективы и творческие группы, которые будут выступать для красноярцев, приглашают лично администрации. Однако, если у вас есть знакомые творческие люди или вы сами танцуете, поете или рисуете, то можете написать в инстаграм профиль проекта, как только он появится. И напомню, уже в эти выходные проспект Мира откроют для пешеходов. Прогуляться горожане смогут на участке от улицы Перенсона до улицы Диктатуры Пролетариата. Там же кафе и рестораны выставят столики, чтобы люди могли перекусить или выпить кофе на свежем воздухе. Ну а завтра в Красноярске начнет работать уличный бассейн. Сколько будет стоить поплавать на открытом воздухе, об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Абонементы в фитнес-клуб подорожают. Об этом предупреждает Ассоциация операторов фитнес-индустрии. Так они пытаются компенсировать выросшие на 20% издержки, связанные с выплатой кредитов, оплатой аренды и рекламой. Однако эксперты отмечают, что абонементы уже подорожали на 15% и могут вырасти по итогам года почти на треть. Причиной подорожания услуг – это рост тарифов на коммунальные услуги, не до конца восстановившийся трафик и падение посещаемости платных, рубовых и персональных тренировок после пандемии. Фан-парк «Бобровый лог» открывает бассейн. Он заработает завтра в час дня. Стоимость билетов варьируется от 400 до 1000 рублей в зависимости от дня недели и возраста отдыхающих. Пляжный комплекс «Мираж» предусмотрен для отдыха детей и взрослых. Расположен он рядом с красноярскими столбами. Современная система водонагрева позволяет поддерживать температуру воды на уровне 25-27 градусов. Бассейн оборудован водными аттракционами – это горки для детей и водные батуты. Диаметр бассейна 36 метров, глубина – полтора метра. Каждую среду и субботу для посетителей пляжного комплекса «Мираж» инструкторы будут проводить занятия по акваэробике начала в 11.00. В Ройвом ручье заработают новые аттракционы. Сейчас завершаются все подготовительные работы – сборка и монтаж. Всего же в зоопарке планируют запустить три аттракционы – это детская железная дорога, карусель и бассейн с лодочками. Парки стараются успеть к 1 июня, чтобы порадовать детей в праздник. Если завтра открыть не успеют, то все будет запущено в первую неделю июня. Новые аттракционы находятся на месте старого парка «Остров Сокровищ». К слову, с 1 мая у входа в зоопарк заработало новое, самое большое в Красноярске 50-метровое колесо обозрения. В его кабинках есть кондиционеры, а некоторые из них оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Яма вместо дороги. Жители Зеленой Рощи жалуются на разрушающийся асфальт. По их словам, все дело в коллекторе 50-летней давности, который уже несколько раз ломался. Его, конечно, ремонтировали, но из-за недостаточного финансирования делали это некачественно. И такие проблемы с коммунальной системой есть практически в каждом районе, говорят депутаты. Когда же в Красноярске разберутся с системами водоснабжения, расскажет Полина Михальчук. Валентина Семеновна уже привыкла, что дорога между домами на Ульяновском проспекте 32 очень непостоянная. Захотела – разрушилась, не захотела – тоже разрушилась. Асфальт здесь проваливается чаще, чем в любом другом районе города, уверены красноярцы. И дело вовсе не в плохом ремонте дороги, а в коллекторе, который находится под асфальтом. Его установили больше 50 лет назад, и понятно, что за это время он устарел. Горожане рассказывают, что проблемы с ним начались около 4 лет назад. К ним несколько раз приезжали, проводили проверки, вроде даже что-то чинили. Но результат вы видите сами. Прошлый год человек 20 приезжало, наверное. Комиссия с Краскома, с администрации, с краевого администрации. Человек 20. Машин было много, все ходили при галстуках, посмотрели, уехали. И все. Нам все загладили здесь, заасфальтировали. А оно по новой в другом месте там рвет, и все. Конечно, об этой ситуации знают. В 2018 году даже проводили капитальный ремонт коллектора. Но, как рассказывают специалисты, для того, чтобы отремонтировать весь трубопровод, нужна огромная сумма. Эту тему сегодня затронули и депутаты законодательного собрания на круглом столе по проблемам водоснабжения в регионе. Протяженность, как я уже говорила, у этого коллектора 22 километра. Там проходят абсолютно все коммуникации. Вода, канализование, сети. Мы планировали планово его ремонтировать, разделив его там на участки. Но дело в том, что когда с 50-х годов просто не происходило ремонта, там действительно в советское время все строили, на совесть все делалось. Но трубы ржавеют, и как бы хорошо все не было построено, все-таки это требует серьезных капитальных вложений. И это только на один коллектор. Всего же, как отмечают депутаты, для реконструкции действующих очистных сооружений нужно почти 55 миллиардов рублей. Вице-спикер Краевого парламента Алексей Кулеш отмечает, что это неподъемная сумма. Поэтому городу нужна поддержка правительства. Износ систем водоснабжения и водоотведения перевалил за 60-65%. Это очень критично и очень опасно. Нам нужно понимать, в какие места нам нужно вкладывать деньги сегодня. Решения финансовые, они у нас есть. Они, к сожалению, колоссального объема по деньгам. И наша главная задача сейчас убедить правительство в необходимости вложения, ежегодного вложения серьезных денег. Речь идет о миллиардах рублей. Кроме того, парламентарии отметили, что ремонт нужен в ближайшее время. Ведь зима не за горами. И от работы сетей напрямую зависит комфорт красноярцев. Полина Михальчук, Михаил Ткачук, Новости ТВК. Владимир Ворожцов, один из лидеров партии пенсионеров, стал первым из федеральных политиков, посетивших Красноярский край, опередив руководителей других партий. Как отмечают эксперты, непарламентских партиям в этом выборном цикле необходимо действовать активно и решительно, чтобы реализовать свой потенциал. Важным пунктом в программе посещения региона стала встреча со сторонниками и активом партии. На встрече, организованной Красноярским отделением, состоялось торжественное вручение партийных удостоверений и награждение знаком «Почетный пенсионер». Такое звание получили известные красноярцы Сергей Баякин, Леонид Федотенко, Валерий Каханов и Валерий Усаков. Владимир Ворожцов отметил, «Мы как неваляшки, нас пытаются пригнуть, а мы встаем и продолжаем работать». В Красноярске Ворожцов также посетил мемориал Победы и памятник воинам-интернационалистам. Для участника боевых действий в Афганистане и Чечне это не просто формальности. Сегодня Владимир Ворожцов гость программы «После новостей». Почему не действует социальная гарантия? Как вылечить здравоохранение и найти деньги на достойные пенсии? Почему власти опасаются партии пенсионеров? Ответы на эти вопросы в 20.40 на ТВК. Экс-руководитель Центра питания Алексей Хромцов рассказал о причинах своего ухода с поста директора. На севере Красноярского края начался ледоход. Спасатели очень не рекомендуют рисковать ради красивых фото. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. В России начался основной этап сдачи единого государственного экзамена. Он продлится до 25 июня. Сегодня же выпускники сдавали три предмета на выбор. Литературу, химию, географию. На госэкзамены пришли больше 180 тысяч одиннадцатиклассников по всей стране. Всего же в этом году ЕГЭ планирует сдавать 724 тысячи выпускников. Самым многочисленным станет обязательный экзамен по русскому языку. Он пройдет 3 и 4 июня. Экзамена по базовой математике в 2021 году не будет. Такое решение приняли в Рособранадзоре. Профильную математику выпускники будут сдавать 7 июня. 11-го состоится экзамен по истории и физике, 15-го – общество знаний, 18-го – биология и письменная часть иностранных языков. 21-го и 22-го – устный ЕГЭ по иностранному, 24-го и 25-го – информатика. Экс-руководитель Центра питания Алексей Хромцов рассказал о причинах своего ухода с поста директора. По его словам, он просто не видит необходимости больше участвовать в этой работе. Как заявил Хромцов, он ушел по собственному желанию и уверен, что в Главном управлении образования достаточно специалистов, которые справятся и без него. Не вижу смысла дальнейшего своего пребывания. Хочется, чтобы работа была на 100% и приносила и удовольствие от сделанного, и чтобы на 100% можно было охладываться. Поэтому максимально все, что возможно, сделано за этот период короткий. Остальное остается текущие такие рутинные вопросы, которые коллеги, я думаю, без проблем справятся с ними. Алексей Хромцов не проработал и трех месяцев в должности руководителя Центра питания. На прошлой неделе заявил, что покидает пост, несмотря на то, что договор с ним заключили до марта 2022 года. По его словам, сейчас он займется образовательными проектами. Кто же теперь возглавит Центр питания, пока неизвестно. Между тем, также на прошлой неделе в прокуратуре сообщили об очередных нарушениях в школьных пищеблоках Красноярска. Продукты там хранились неправильно, а порции были меньше положенного. На севере Красноярского края начался ледоход. Одно из самых красивых природных явлений можно наблюдать в районе Дудинки и других поселений Таймыра. Местные жители фотографируются на фоне ледохода, а некоторые даже без страха забираются на льдины, чтобы сделать селфи. Однако спасатели не рекомендуют этого делать. Ведь подобный риск неоправдан и может закончиться печально. Плывущие льдины непредсказуемо могут менять свое положение на реке, за несколько минут разламываться, а сила их ударов может порвать борт сухогруза. Так, например, во время майских праздников на Амуре оказался... Ледяные пласты разрушили целый магазин. Инцидент произошел в селе Богородское Хабаровского края. Не стоит забывать и про холодную воду. Теперь красноярцы смогут улететь в теплые регионы прямым рейсом. В аэропорту Красноярск открылся хаб-авиакомпании Аэрофлот. Это первая региональная базовая площадка для компании. О том, куда можно теперь отправиться из Красноярска без пересадки и как открытие хаба скажется на ценах, на билеты расскажет Елена Армас. Сегодня Красноярский аэропорт отмечает ни много ни мало историческое событие. С 1 июня он становится второй базовой площадкой для авиакомпании Аэрофлот. Это значит, что теперь из Красноярска прямым рейсом можно будет улететь сразу в несколько городов. Краснодар, Сочи, Симферополь, Благовещенск и Иркутск. Без пересадок, например, в той же Москве. И, как оказалось, для туристов и тех, кто часто летает в регионы, по работе это необходимые изменения. Через Москву, конечно, если бы напрямую было бы лучше, но... Так тоже ничего. Часто задерживаются рейсы. Если брать какой-то стыковочный, да можно не успеть на другой рейс. Вот это очень, конечно, неудобно. В Сочи летаю. В основном в Сочи. Ну, там пересадка час-два нормально. А если дольше, то тяголок. Не совсем удобно, но нету прямого рейса. Поэтому, понятное дело, прямую удобнее всегда. До этого аэрофлот базировался только в Москве. И большинство рейсов из Красноярска летали с пересадками в столице. Тем не менее, ХАП нам обещали давно. Соглашение о его создании подписали еще в марте 2019 года. Но из-за пандемии официальный запуск полетов перенесли на год. Красноярск когда-то лишился базового переводчика. Вы помните, Краснояр очень динамично развивался. Но в силу ряда причин, прежде всего экономических и случайных, тоже в итоге базового переводчика у нас не стало. Развивать аэропорт без этой компоненты сложно. Создание ХАБа – это очень важная, но еще не завершающая точка в развитии крупнейшего авиационного узла. Но главный вопрос для туристов – как же теперь измениться цена на билеты? Руководитель компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что стоимость билетов станет ниже, но не слишком существенно. Определение цены все-таки – это спрос и предложение. Но на наш взгляд, мы рассчитывали, что, конечно, наличие ХАБа может до 10% снизить стоимость билетов. И это одна из наших задач. Любой ХАБ – это точка развития, точка протяжения. Но он имеет время на раскатку. Поэтому через некоторое время мы покажем, как мы умеем летать, покажем наш сервис. Добавлю, что это только первый этап открытия ХАБа в Красноярске. В перспективе компания планирует запустить новые рейсы из Красноярска не только внутри страны, но и развить международные направления. Елена Армас, Александр Кальтер, Новости ТВК. Сегодня героем рубрики Натальи Кечиной «Дорогие мои земляки» стал писатель Александр Астраханцев. Приходишь домой, весь кипишь чего-то там, или наоборот, значит, страдаешь от чего-то. Ложишься спать с этим, вот. И ночью это начинает. Вот у меня, не знаю, как у кого, у меня это ночью. Вот так, по старинке ручкой, преимущественно по ночам, когда приходит озарение, 83-летний Александр Астраханцев делает наброски своих, возможно, будущих книг. Первая проба пера у него случилась лет в 12. Правда, была с позором освистана. Мальчику, который закончил школу в далекой глубинке при керосиновых лампах, как-то отец из командировки привез шикарнейший, как ему казалось, блокнот с надписью для стихов. А я почему-то подумал, что их надо написать самому стихи и заполнить этот альбом. И я это сделал. Братишка, он младше меня, он такой проказник был. Он показал друзьям своим. И вот я иду, помню, из школы с портфелем. Они сидят все трое на бане. И мой брат Мишка читает громко, издевательским тоном стихи на всю улицу. Первая книга Александра Астраханцева вышла, когда ему было аж 42 года. И сразу невероятный успех. Потом еще семь книг, в том числе в московских издательствах. И все. С 90-х годов 20 лет писал немного в журналы, но в основном в стол. Признается, чего уж греха таить, было обидно, что его как будто вычеркнули из писательской жизни и тусовки. Но не впасть в уныние помогла его основная работа. У Астраханцева два высших образования и более 20 лет Александр Иванович проработал инженером-строителем. При его непосредственном участии построено много домов в Красноярске. Чтобы построить какой-то объект, нужно собрать людей, машины, краны. Чтобы собрать все это, нужно преодолеть необыкновенную сопротивление, необыкновенную инерцию. Вот это, видимо, я считаю, как-то придало мне какие-то выработки, какие-то черты характера. Александр Астраханцев – член Союза писателей. Когда-то это давало определенные блага. Благодаря этому членству ему, например, выдали приличную квартиру. А в 80-е в каком-то смысле не дали умереть с голоду. Кусок колбасы копченой. Значит, там что-то 2 кило или 3 кило мяса. Это же смешно, понимаете. Конфеты хорошие. Там что-то масло кусочек, кусок брикет. Чепуха там. Ну, я приходил и приносил домой. И собирались, и тут же все съедали друзья. Когда мысленно на издание собственных книг он уже совсем поставил крест, вдруг стали издавать его вновь в 72 года. На грантовые деньги и тиражи всегда небольшие. Но у Александра Ивановича как будто открылось второе дыхание. Вообще, написание книг сейчас невозможно прожить, говорит он. Если ты не писатель, а так называемый ПИП, персонально-издательский проект. Коими являются, ну, например, Дарья Донцова или прочие мастерицы детективов. Книгоиздатели дают заказ социологам исследовать, кто читает, что любят, кого любят. Значит, 80% читателей – женщины, преобладающие возрастом от 30 до 60 лет, любят криминальную литературу, но с интеллектуальным, так сказать, фоном. И вот и они ищут таких женщин. Вся квартира Астраханцева – это библиотека вкупе с картинной галереей. На стенах работы красноярских художников, да еще каких, Поздеева, Туеварян, Неля Капелли. Все они в прошлом хорошие приятели и герои очерков книги, ставшей бестселлером «Красноярск. 20 век». Даже удивительно, как это все умещается в совсем крохотной однушке. Со второй женой, когда мы разошлись, значит, у меня была трехкомнатная, я ей двухкомнатную отдал с дочерью, поскольку я виноват, что ее женил на себе, что разошелся с ней, вот, а себе оставил маленькую. С власть жениться, становлюсь монахом. Мне хватает, в эту комнатку никакая женщина уже не позарится ни на эту комнатуху. – Монах не получился? – Ну, пока не получился. Последние 20 лет я дружу с одной женщиной. У Александра Астраханцева двое взрослых детей, шестеро внуков и два правнука. Дочь Ирина – талантливый режиссер и собирается снять об отце большой фильм. А еще считает, что отец давно заслужил титул заслуженного работника культуры России. Сам же Александр Иванович к любым званиям и регалиям относится без фанатизма. И когда мне говорят, вот, там, про смерть, как ты, я говорю, кто-то говорит, я боюсь смерти или не хочу, я говорю, а я говорю, я спокойно шагну туда, потому что я все сделал. Все сделал. Правда, единственное, чего я не сделал, потому что я не успел многих сюжетов, так сказать, исполнить, реализовать в книгах. Книг полно еще осталось. Я не знаю, я буду стараться, и, может быть, именно это держит меня, потому что слишком много мне накопилось. Наталья Кичина, Сергей Токарев, новости ТВК.